Ну, с Путиным все было понятно еще, наверное, с июня месяца, когда Медведев перестал вкладывать душу в свои выступления и начал, что называется, отбывать номер. Стало ясно, что он сломался, сдался, и президентом будет Путин. Стало ясно тогда. С другой стороны, нужно войти в положение Путина, уже можно назвать его президентом, я думаю, без всяких оговорок. Президент Путин очень ясно увидел, что, что бы он ни хотел, международного права не существует. И для таких людей, как он, не являющихся членами каких-то английских структур, не владеющих, по крайней мере, открыто американскими баскетбольными клубами, английскими футбольными командами, для таких людей, как он, единственный способ сохранить жизнь, это сохранить власть. Иначе будет как с Мубараком, иначе будет как с Каддафи и со многими-многими другими верными союзниками США. Но вопрос, что он хочет, после этого уже не встает. Хочет жить, пожалуйста, бриться. Для Медведева назначение Медведева премьером, обещанное, выглядит совершенно неожиданно. Такое, знаете, изощренно-циническое издевательство. В чем причина? Пост премьера, это будет стрелочник, это будет человек, на которого ляжет ответственность за те чудовищные либеральные реформы, которые уже запланированы с 1 июля, после инаугурации президента. Тоже все прозрачно и все строго логично. Никто не хочет истреблять народ России как таковой. Просто нужно сокращать издержки для поддержания конкурентоспособности этого воровского механизма, который называется российская экономика. Сокращать коррупцию невозможно, потому что это значит грабить самих себя. Ну и строго говоря, с моей точки зрения, это подрыв основы государственного строя. Если коррупцию не сокращать, а дальше наращивать, то единственная часть расходов, которую можно сокращать, это социальные расходы. То есть продолжать уничтожение социальной сферы. Ну, под вывеской ее коммерциализации. Все. Соответственно, через некоторое время возникнет потребность стрелочники в козле от опущения. И поскольку фигуры Фурсенко, Голикова уже все всем приелись, уже все понимают, что виновен не министр, а виновен повыше кое-кто, наверное, это будет премьер-министр. И премьер будет назначен козлом от опущения. Предполагалось, что эту позицию займет лидер правого дела. Почему Кудрин, а затем и Шувалов, люди, которые мечтали о премьерском посте, не в свое время отказались возглавить правое дело, хотя дорога была прямая и понятная? Не только потому, что это сложная схема, в которой еще что-то могло измениться. Нет. Они уже тогда видели, что решения, которые ими приняты и подготовлены, будут означать превращение следующего премьера в Кириенко. Они не хотели быть следующим Кириенко. Прохоров был согласен, судя по всему. Но, что называется, не срослось. Но не шмаглая. Чрезмерное унижение оказалось не по силу даже олигарху. И теперь в роли Стрелочника, в роли Кириенко окажется товарищ Медведев. Они, в общем-то, с Кириенко похожи, на самом деле. Но за что Медведеву готовится такое надругательство, я понять не могу. Скорее всего, ничего личного, просто бизнес. Вот так получилось. Эти двое отказались. Прохоров не потянул. Ну, нужно же вас куда-то пристроить, дорогой товарищ начальник. Пожалуйста, блиц. Что касается ситуации в перспективе. Я не думаю, что Путина будет эти 12 лет. Застой, который у нас есть, он вполне брежневский по своей беспросветности. Ну, и при этом еще и жестко криминальный. Такой ежовский по своей криминальности. Но, с одной стороны, глобальный экономический кризис. С другой стороны, безумное воровство. Ведь воруют, как в последний день, уже два года. С третьей стороны, формирование людей, огромного слоя людей, нового социального большинства, которые вышли из логики выживания, которые уже имеют деньги на еду и на одежду. Да, они бедные, но они искренне думают, что они средний класс. И они уже имеют время задуматься о своем будущем и осознать, что этот режим им будущего не оставляет. У них уже есть время задуматься о несправедливости. А сложившаяся система, она не знает, что делать с людьми, которые задумались. Она не умеет с ними взаимодействовать теоретически. Поэтому можно гадать. Есть у нее два года, или есть у нее пять лет. Но, может быть, она переживет Олимпиаду в Сочи. Но до чемпионата мира 2018 года она не доживет точно. Китайские товарищи говорят примерно так, что у вас будет малая смута в конце 2012 года и большая смута в 2014 году. Они могут ошибаться, у них свое летоисчисление. Но рассчитывать на 12 лет путинского правления можно только в одном случае. Если вдруг президент Путин одумается и начнет исполнять свои служебные полномочия. Дело не в том, что просветлится он и станет бодесатвой или нет. Дело в том, что в этом случае ему придется объявить войну на уничтожение не просто своему классу, а тому самому классу правящему, который он лично собрал по человечку и по кирпичику. Это сложная задача, но, что называется, нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики, если припернут. Наша задача сделать так, чтобы приперло. Люди, которые апеллируют к общественному мнению, питаются иллюзиями. Причем иллюзиями совершенно непонятными. Мы все помним осенью 2003 года, когда сразу после посадки Ходорковского президент Путин поехал в круиз по странам, где люди бурно протестовали против этого. Германия, Франция, Италия. Он предложил им не очень много. За свободу Ходорковского было заплачено правом реэкспорта газпромовского газа. И ни одного некорректного вопроса не задали во Франции и Германии, которые кичатся своими разговорами о правах человека. Ну, а в Италии, в которой, как известно, порядка не очень много, какой-то журналист все-таки посмел вылезти с вопросом. Но зато лично-то премьер Италии прикрывал своей грудью товарища Путина. Берлускони, по-моему, слова не дал встать. Он все ему объяснил, тому журналисту, что с ним будет. Когда серьезные европейские люди, и американские, не журналисты, не общественники, а серьезные люди, участвующие в процессе принятия решений, начинают заикаться о правах человека в России, самое главное — это не перебивать. Дать им договорить до конца. Потому что в конце будет обязательно требование коммерческих уступок. Все разговоры о правах человека в России — это просто бизнес. Это требование денег. Просто немножко по другим каналам. Вот и все. Российская правящая тусовка более полутриллиона долларов держит в западной финансовой системе, в западных ценных бумагах, насколько я могу судить. Это довольно весомая поддержка мировой финансовой системы. Она все свои активы держит на Западе. Это не только их личная зависимость от Запада. Это еще и весомая поддержка Запада. И Запад ценит своих сотрудников, даже если они управляют... Вернее, и Запад ценит своих сотрудников, причем именно до тех пор, пока они управляют такой большой и полезной для него страной, как Россия. Когда мы жалуемся, что правящая тусовка грабит Россию, не нужно забывать, что она грабит Россию в пользу Запада. Потому что все деньги, почти все деньги, вводятся туда и поддерживают западную финансовую систему. Так что Западу нужно, чтобы здесь не было никакой демократии. Западу нужно, чтобы здесь не было никакой модернизации. Потому что как только руководство России начнет работать на благо российского народа, оно начнет выводить деньги с Запада. И Запад останется без этих денег. Как только российское руководство начнет что-то здесь модернизировать, не на словах, а на деле, оно поневоле будет создавать конкурентов западным предприятиям и закрывать рабочие места на Западе. Это логика экономического развития. Поэтому, когда серьезные западные люди кричат про права человека, они говорят правильные слова. Это правильно. Это гораздо лучше, чем если бы они говорили неправильные слова, типа «дранк на хвосту». Но нужно помнить, что это слова. Западные ценности заканчиваются на границе с западной цивилизацией. Как бы ни крякали наш уважаемый лидер о том, что Россия страна европейской культуры, очень может быть. Но Запад этого не признает никогда. Мы всегда для них будем чужими. Мы всегда будем для них в одном ряду с китайцами, которым можно продавать опиум и нужно, с индусами, которых нужно эксплуатировать, с африканцами, которых можно продавать в рабство, с индейцами, которых можно истреблять, потому что они не люди. И дальше по списку. У любой культуры есть свои и есть чужие. Вот мы для Запада чужие. И это не плохо и не хорошо. Это так. Это объективная реальность. Продолжение следует...